Самый главный вопрос, а Redstone на них располагается? Потому что если нет, то я попал. Да, Redstone на них не кладется, это полублоки. Более того, машины на них располагаются очень странным образом. А, нет, ну чё я? Машины прекрасно располагаются вот так. Вот, значит снизу мы как-то к ним подводим энергию и снизу ведем энергетические трубы, а сверху делаем, что хотим. Мне нужен баллон как-то расположить... Нужно как-то расположить баллон, из которого мы будем добывать... Не, конечно кот-волк это хорошая штука для того, чтобы по нему ходить, но очень плохая штука, чтобы... Может, это хорошая штука для того, чтобы закрывать нейтронные активаторы. Очень плохая штука, чтобы ставить машины. Хотя... Ладно, разберемся. В принципе, я умею летать. А Redstone можно... Ну, с Redstone разберемся. Такс. Инк. Допустим, вода подходит снизу. Сверху уходит водород производства кислоты сюда. Вода подходит снизу. Ну, вот у нас получилось как-то что-то сделать. Кислород идет прямо вот так вниз. И вот наша машинка заработала. Так. Если в кислородном баллоне становится слишком много кислорода, мы такое делать умеем. Единственное, что мы не умеем располагать компараторы в воздухе. Так что сюда придется поставить какой-то блок. Допустим, мы поставим сюда как-то блок. Сейчас это будет красивый блок. Берем компарат. Ой-ё-ё! С компаратором-то проблема. Тут ставим компаратор. Вот так вот. Лучше дальше Redstone надо как-то вести. То есть тут надо, понимаешь ли... А еще раз. Раз-два-три-четыре. И они на пятом уровне. Все правильно. Раз-два-три... Стоп. Раз-два... А какую высоту мне это безобразие? Раз-два-три. Раз-два-три. Раз-два-три-девять. Раз-два-три-четыре. А вот здесь должен... Да, я их неправильно поставил. Все неправильно поставил. Их надо на единицу выше было ставить. Глупо. Но сейчас сделаем. Они ставятся на единицу выше. Таким образом они стоят... Таким образом вот эта штука в полу и вот эти трубы в полу. А вот те трубы идут по... И с Catwalk, на самом деле, не очень понятно, что делать дальше. Ну ладно, кислород надо тратить. Давайте тратить кислород. Такс... Catwalk... Catwalk отменяется. Вместо Catwalk у нас будет какой-нибудь... У нас был белый пластик, на самом деле. Или черный. Давайте посмотрим. И у нас есть пластики. Пластик у нас есть только зеленый. А нет, вот есть черный пластик с реакторного отделения. Так? Нет. Раз-два-три-четыре. Вот так должен идти пластик. А тут он не должен идти. Вот. Пластик должен идти здесь. И если это так, то становится все хорошо и правильно. Туда у нас идет компарат. На стоп. Сюда идет баллон. Дайте баллон. Наш единственный способ узнать, есть ли что-нибудь в трубе. Так, сюда идет Advanced Pressurized Tube. Сюда идет баллон. Нет, ну ладно, баллон я уже решил ставить сюда, чтобы он стоял ровно над той машинкой. Отсюда из баллона идет компаратор. Здесь редстонный сигнал. Но этот редстонный сигнал должен быть длинный, зараза. И вот проблема. Если я сейчас же не построю себе хорошего потребителя электроэнергии, а именно какую-нибудь батарейку, а именно induction батарейку, мотор, который будет потреблять здесь водород, не сможет никуда ничего деть. Потому что мотор-то, который потребляет водород, у меня есть. Ай. Мотор-то вот он гудит, зараза. И он должен куда-то сжечь этот водород будет, а он его не сожгет. Так что надо думать, надо думать, куда его засунуть. Можно его, конечно, засунуть сюда. Здесь ему будет хорошо, но нет. Совсем нет. Ее можно отключить. Почему он никуда не тратит, несмотря на то, что здесь... Эм... Я его правильно вообще воткнул-то? Где у него зелененькая? Правильно. А, потому что он редстон управляемый. Вот почему он ничего не слил. Вот. Вот. Открыта загадка. Почему он у меня не сработал? Почему он у меня не работал? Он редстонно управляемый. Это как раз мотор, который потреблял этот газ. А, жесть. Ладно. Ну, в общем, сюда идет редстонная дорожка. И тут мотор. И тут стоит мотор, который потребляет вот отсюда водород. Ну, если он потребляет отсюда водород, то нужно это нарисовать. Мотор редстонно управляемый. Так. Он стоит. Куда он отдает? Ну, допустим, куда-то. Мотор редстон детекшн нормал. И если здесь есть немножко газа, хоть чуть-чуть газа. Стопа, мне инвертор не нужен. Мне инвертор же нужен. Но зато можно мотор настроить. И если здесь... И он работает только в том случае, если нет сигнала. Сигнала, он выключается. Тут его можно настроить. Инвертор. Так. И теперь ему некуда девать энергию. Куда ему деть энергию? Ну, в этот самый, в plug, видимо. Видимо, в plug, в лишний. Не та кнопка. Видимо, в лишний plug. Очень надеюсь, что ему есть куда девать энергию. О! Он тратит водород. Эта фиговина его водородом питает. Эта фиговина генерирует кислород. Ну, типа восстановили поведение системы. Единственное, что не очень понятно, куда теперь... Тут четыре. Ну, кстати, четырех, наверное, хватит. Единственное, не очень понятно, куда теперь девать электричество. Ну, мы разберемся. Такс. Здесь производство водорода. Здесь уходит кислород вниз. Чпок, 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 чпок. Здесь производство кислорода потребляется. Такс. Дальше. Туда идет вниз точно так же, как кислород. Еще идет и водород. Потому что где-то здесь нам... Потому что хлор у нас производится снизу. А хлор должен производиться сверху. Потому что хлорную трубу придется теперь стащить поверху. Потому что производство хлора будет здесь. Это несложно. Мы берем нашу машинку и перенастраиваем ее. А, это сложно. Нужно вот эти будет переключить. И перенастраиваем нашу машинку. Так что она иний газ отправляет вниз. А желтый газ отправляет вверх. А в морду себе ничего не отправляет. И эту машинку мы ставим на одну из вот этих труб. В которой у нас копятся сотни. То есть она должна стоять где-то здесь. Желтая машинка, чтобы я тут поверх упустил трубу. Так, хорошо, понятно. Берем вот эти штуки и перетаскиваем их сюда. Я надеюсь, так можно делать. Хотя, в принципе, в танке, по-моему, всегда было. Можно только из дна что-то высасывать. Но воспользуемся тем, что можно и так. Так, готово. Греется, работает. Нам нужно еще немножечко содиумных труб. Содиумных труб. Немножечко сюда, чтобы тут копить содиум. Сюда мы ставим электролитик-сепарейтор, который содиум отправляет вниз. Это же так. Который жижу получает с боков. Это же так. Ой, он светится, когда работает. Прикольно. Надо этим как-нибудь воспользоваться. И газовая труба. Газовая труба. С хлором. Идет как-то вот так, по верху. Красота. И здесь у нас первая машина, производящая хлорную кислоту. Которая отправляет хлорную кислоту вниз. А вторая машина. Здесь не надо, наверное. А вторая машина, здесь производит серную кислоту. И отправляет ее вниз. И здесь же делает плавиковую. Во, шикарно. Это он никак не может наполнить машину кислородом. Там старается, старается вовсю. А, ему некуда девать хайдриджен. Ну, ладненько. Вообще оксиджена нет. Где, черт возьми? Где весь оксиджен? Эти не забиты. Эти должны работать как сволочи. Redstone ignored. Redstone ignored. А этот должен сливать. Но он пустой. А где? Вода есть. А не воду что ли? Нет, вода. А не электричество не получают. Так. Я сделал очередную глупость. Все нужно сдвинуть на единичку вперед. Система заработала. Более того, здесь халявный кислород. Потому что весь водород, который здесь производится, идет на подпитку вот этой штуки. А эти штуки, собственно, если их сжигать, весь водород, который они производят, они как раз запитываются именно этим количеством энергии. Так что вот это вот бесконечная вот эта история с халявным кислородом. Но сейчас мы начнем потреблять этот водород. И машинку придется немножечко подзапитать. Так. А вот это наш хлор пришел. Да? Я добыл машинки. И пытаюсь понять, какая из них нужна для того, чтобы производить соляную кислоту. Но, по-моему, нужна какая-то еще машинка. Нет, не оксидайзер, не оксидайзер. Откуда у меня столько? Вот инфьюзеры, по-моему, нужны были для того, чтобы... Да, наверное, инфьюзеры. Для того, чтобы производить кислоту. Такие диссолюшн чамберы — это немножко другое. Диссолюшн чамберы — это для... Ну, вообще много для чего. Так. Оксиджен куда-то инфьюзится. Мне интересно. Во! Хлор. Хайдриджен. Все это у нас есть для производства хайдриджен хлорида. Это та самая наша машина, которая и раньше этим занималась. А куда бы ее поставить? Куда бы ее поставить? Ее поставить, конечно же, у... Кстати, здесь можно заложить вот эти вот бюрки. Они не нужны. Здесь все нормально. Эту машину поставить сюда. На каком расстоянии? Видимо, кабель нужно дотянуть до нее как-то. Ну, в общем, она будет стоять здесь, допустим. Ладно. Допустим, она стоит здесь. Ей мешается редстоун. Но сверху приходит... Нельзя. Надо где-то... Допустим... Допустим, ей ничего не мешается. Сверху приходит водород и идет дальше сюда. Тогда он пересечется с хлором. Может ее наверх поставить? Тогда соляная кислота с чем-нибудь пересечется. Плохо. Дикое месило. Но соляная кислота производится. Единственное, что у нас тут не хватает... Единственное, чего у нас не хватает, это мощи вот здесь вот. Давайте 120 пока включим. Если включить 120, ну, вроде как бы... Да не работает. Хайдрожен хворит 1 милибакет. Еще хоть что-нибудь притекает. Количество брайна увеличивается. А тут дабгрейды правильные. Все правильное. О! И содиум, и хлор куда-то утекают. Кстати, я разогрел эти товары так, что они начинают забивать этот сепаратор. То есть он работает на максимальной мощности. В общем, как-то, конечно, хвор сюда приезжает. Сколько-то. Но совсем не так, как хотелось бы. Так, и что у нас с газом? А, водорода дофига. Водорода есть у всех. И, собственно, туда дальше... Туда дальше пошел водород на производство... А, вот как-то дальше пошел водород. Главное, чтобы он с хлором не пересекся. А вот эта соляная кислота. Вот так вот эта штука повисла. Но зато они... Вот эти трубы друг друга не касаются. Кислорода до черта. А, водород. Почему он? Водорода же дофига. То есть кислорода. Если кислорода дофига, то... А, он должен выключиться, потому что мы тратим... Потому что мы... Значит, водорода... Если много кислорода, значит, водорода не хватает. Такс, окей. Хорошо. Ставим здесь систему производства серной кислоты. Она, кстати, сложная зараза. Она может сюда не влезть. Но мы постараемся. Сделаем ее, может быть, несколько уровневой. И есть еще одна небольшая проблема. Заключающаяся в том... Надо же как-то уголь перетирать, чтобы делать серную кислоту. А давайте посмотрим, как делается сера. Серный порошок из механизма. Такого нет, да? Серный порошок делается... Он же в ПРЦ-шке делался. Ну, допустим, вот эта серая. Делалась в... С мевтере нет. В ПРЦ же был... В ПРЦ же был... В ПРЦ же был... Присуждает reaction chamber. Из него... Вот. Был же oxygen и water. Мы загоняем oxygen и воду. Получаем водород. Который тоже отправляется на производство чего-нибудь типа либо энергии, либо этилена. Видимо, сюда придется поставить два таких моторчика. Хорошо, давайте смотреть. Мы делаем серу. Из серы мы делаем... Нет, ни в коем случае не gunpowder. Сульфурдиоксид. Из сульфурдиоксида мы делаем сульфуртриоксид, добавляя oxygen. То есть... Мы тратим много oxygen, и нам вот этот бы oxygen как-то провести, но мы можем его провести вот здесь. Черт возьми. Мы не можем его провести вот здесь, но мы можем как-то вот здесь обойти. Провести сюда oxygen. Тогда у нас здесь будет oxygen. Окей. Соответственно, смотрим. Сера делается из кислорода. То есть у нас где-то здесь стоит PRC для производства. Да, 4 машинки. И они запитываются кислородом снизу. То есть энергии они запитываются отсюда. Хорошо. Берем наши PRC и смотрим, какая из них вообще для чего нужна. Что это вообще такое за PRC? Окей. Это этилен. Это пластик. А почему пластик не производится? Оксиджен есть. Этилен есть. Почему не производится пластик? Очень интересно. Должен же производится. Энергии, наверное, не хватает. Так. А вот вода с кислородом, который должны были делать нам серную кислоту. Окс. Допустим. В какую сторону это вообще ввести-то все. Допустим так. Сера. Дальше оксидайзер. Дальше чемиковый инфьюзер. И еще один чемиковый инфьюзер с ватер вейпором. Стоп. То есть нам для производства этой фигни вообще-то водород не нужен. Нам нужен кислород. Водород сюда ввести не надо. Я его тогда сюда введу. Водород, наоборот, отсюда отводить надо, потому что здесь, например, будет стоять вот эта вот PRC, которая водород производит. Соответственно, где-то нам нужно этот водород очень мощно утилизировать. Окей. Ну ладно. В общем, PRC-шка. Она куда отправляет? Она должна отправлять предметы. Ладно. Газ она куда отправляет? Тоже вправо. А как она и предметы, а предметы она... Кстати, а может быть она будет отправлять все вниз? Вот. Допустим PRC-шка стоит здесь. К ней нужно подводить кислород и сверху закидывать уголь. Допустим, мы закидываем в нее уголь. Допустим, мы закидываем в нее уголь угольными блоками. Так, есть ли у меня коал-блоки? Если что, я буду их производить. Именно коал. Потому что у меня есть коал. Так. По носу так. Так, да? Здесь где-то, значит, идет труба с кислородом вот здесь. Она тут ничего не сломает. Да, и она идет прямо вот до сюда. Во-первых, вопрос, как это все дело запитывать. Во-вторых, вопрос... Ну, допустим, запитывать мы действительно будем снизу. А тут раз-два-три-четыре-пять, а тут раз-два-три-четыре. РЦ-шка. Это единственный производитель водорода. Вот. То есть энергию мы подводим сюда вот так. Вот наша энергия пришла. Так, сюда. Кстати, если я соединюсь вот здесь, здесь, то я подсоединюсь вот к этому поинту. То есть мне вот этот поинт не нужен уже. Вау! Небольшая экономия. Теракс. Туда у нас встает ПРЦ-шка, которая где-то откуда-то берет воду, выплевывает сюда серу. Воду, видимо, она спереди берет. А где-то берет кислород. И ее нельзя... Да. И ее нельзя сюда ставить, потому что она должна стоять здесь. А здесь уже труба. Ух, ладно, хорошо. Здесь труба, но тут нет водяной трубы. Значит, вода будет поставляться в эту ПРЦ-шку отсюда. Значит, водород она выплевывает назад. Энергию она получает отсюда. Сворот она не может отсюда получать, потому что здесь газовая труба с соляной кислотой. Зачем я загнал себя в такое мизерное пространство? Тиакс. И кислота у нас эта труба с кислотой. Которая тоже газ, которую тоже отсюда выводить нельзя. Ладно. Значит, она стоит здесь. Вот у нас стоит ПРЦ-шка. И если мы будем забирать из нее газ... Стоп. Подводить к ней газ. Вот он кислород. Вот она наша кислородная линия. Если мы будем отводить от нее водород... А мы от нее будем точно отводить водород назад. Назад. Газ. Водород. Это сюда. Ой, не то. Немножечко не так. Ну, давай, киса. Я даже встал, чтобы побыстрее. Так. Прессурайзит тюб. Нет. Прессурайзит тюб. Выводит водород отсюда. Кислород подводит с лица. Вот тут он. Отовсюду получает кислород. Так. Соответственно, кислород можно... Как-то вот так вот зафигачить. Опять не то. И вот, ура! Мы получаем кислород. Производим водород, который почему-то никуда не уходит. А никуда он не уходит, потому что вот этот газ-бернинг-генератор просто совсем с ума сошел. Нам нужно как-то сделать так, чтобы мы потребляли этот водород. Но это мы сделаем позже. Нам негде это делать позже. Разве что только вывести водород вот сюда. Вот сделать тут еще одну платформу. Ну да, вывести водород сюда. Сделать тут еще одну платформу. И на этой платформе производить этот самый... Как его зовут? Да. Этилен. Ну ладно. Вот мы напроизводили сульфурдаста. Напроизводили хайдрджена. Нам нужно как-то получать воду. Для этого нам нужен синк. Так. Оксидайзеров у нас три штуки. И в двух из которых тонны урана. Окей. Уран так уран. Такс. Чемикалоксидайзер. Дает сюда. Он получает предметы из PRC, которые предметы выплевывает ему. А здесь не выплевывает. И вот он оксидайзит. И вот он делает нам оксид серы. Сульфурдиоксайд. Так. Сульфурдиоксайд нужно при помощи кислорода превращать в сульфурдриоксайд. Где-то у нас была такая машина. Это юраниумоксайд с инфьюзер. А что можно из юраниумоксайда дать? А. Ему нужно гидрофлюорик эйсид для того, чтобы делать гексавторит. Так. Значит это видимо эта машина. Эта машина. Сейчас окажется, что выплевывать мы будем сюда и выплевывать мы будем в центрифугу. Эта машина получает рыжий газ правильно и выплевывает все туда. А также он получает кислород с морды. Абсолютно правильно настроенная машина. Вот наш сульфурдриоксайд. Ой, тут же надо еще воду производить где-то будет. Вода у нас здесь. Ну а вообще нормально получается. Такс. То есть вот сюда вот подводить. У нас тут подведено, кстати. У нас заранее подведено. Единственное, что вот здесь не надо. Может быть сзади ему подвести. Чтобы вот тут ходить можно было. Кстати, хорошая идея. Так. Здесь вот газовые трубы. Чувствую себя, понимаешь ли, газовщиком. А почему нет? Потому что это опять universal кабель. А где мои газовые трубы? Ну, в общем, серную кислоту я, конечно, получил. Сейчас нужно подвести воду к вот этой машинке сверху. Отсюда вот как-то воду. Туда она получает воду. А газ из нее, то есть водяной пар, надо подвести вот сюда. А как бы его подвести-то? Ой. А у нас что-то не хватает. У нас не хватает места, куда бы мы девали водород. А, соответственно, нужен танк. Пока что мы танками заберем водород. Ну, что делать? Ну, так бывает. Просто хочу убедиться, что все правильно работает. Вот оно работает. Оно работает. Вот, 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 вот. Сера пошла. Вот здесь оно окисляется кислородом. Здесь производится серная кислота. В том случае, если у нас есть водяной пар. А водяной пар мы будем загонять... Ой, а тут кислород. А водяной пар мы загоним через здесь. Уже можно? Когда газ оранжевенький... Мы будем получать... Мы, кстати, сверху могли его получить. Что это я? Эээ... Нужен какой-то чант для копания из воздуха. Потому что так жить уже нельзя. Так, ну и, соответственно, водяной пар мы подводим сверху. А ты у нас этот водяной пар сверху получаешь. Такс. Ты не загнала сюда серую кислоту-то? Зараза. Загнала. Ай, загнала. Что делать? Надо куда-то деть серую кислоту, которая у нас теперь... Такс. Что у нас где? Газы. Тут мы получаем красный. Вот этот вот. Тут мы получаем оранжевый. Это вот этот. То есть это зараза теперь у нас с серной кислотой. Забираем серную кислоту. Забрали 10 литров серной кислоты. Почему не идет газ? Вот. Работала. Вот она, наша серная кислота. Вот. Кстати, кажется, кто-то совершенно случайно починил трубы. Вы посмотрите, что каждый раз, когда я подключаю машину на вот этих адванснутых трубах, у меня не хватает энергии. Кто говорит мне о том, что трубы надо апгрейдить? Надо будет этим заняться. Ну ладно. В общем, вот у нас наша серная кислота. Зачем нужна серная кислота? Она нужна для двух задач. Первое. Это производство руды. Второе. Производство ядерного топлива. Теперь это действительно выставка достижений народного хозяйства. Машины, 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 машины. Так, это... Ой, это антиматерия. Ее надо не потерять. А где наш танк с антиматерией? А, собственно, это и есть наш танк с антиматерией. Это последний. Да. Я ее все закристаллизовал. Это газиоз брайн. А вот это вот chemical crystallizer, который идет вот сюда. И все выплевывает сюда. Соответственно, да. Ну, если у нас будет работать эта система. Так-с. А к кристаллайзеру нам нужно, по-моему, washer. Что делают из серной кислоты? Серной кислоты делают clean anoptanium slurry. А clean anoptanium slurry делается в chemical washer. У нас, скорее всего, только один. И ему тупо нужна вода. Так, washer. Так, ему тупо нужна вода и slurry. Он правильно настроенный, выплевывает все. Боже, почему slurry нарисовано таким способом? Slurry это шлам. В общем, это не раствор, а вот когда у тебя твердое вещество, смешанное с водой. Так, дальше. Нет. Какие у него есть рецепты? Дёрти сильверсмария получается из chemical dissolution. У нас должен быть какой-то dissolution, скорее всего. И он, скорее всего, один. Потому что... А нет, ты смотри, два dissolution чембера. А зачем нам два dissolution чембера, скажите нам, пожалуйста? Продолжаем выставку достижения народного хозяйства. Потому что один из dissolutionов умеет производить... производить плавиковую кислоту. А в том, что, если мы сняли, что у него происходит, есть рецепт. А почему? А почему?